МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях этой среды 5 февраля в крае его столицы вам расскажут корреспонденты информационной программы Наши новости в студии Кирилл Политов. И Татьяна Динерс. Смотрите сегодня в выпуске. ЧП в Бийском районе. Пожар унес жизни трех человек. В театре неспокойно. Почему уволен главный режиссер МТА Дмитрий Егоров? Их все больше. Сколько дзюдоисток на этот раз представит наш край на первенстве России. Три человека погибли, в том числе пятилетний ребенок из-за пожара, который произошел в центре села Мало-Енисейское Бийского района. Огонь уничтожил частный жилой дом. С подробностями Николай Тихонов. Пожар в доме по адресу Советская, 88, в Мало-Енисейском заметили соседи. В 5.03 были вызваны пожарные расчеты, которые прибыли на место происшествия уже через 12 минут. На ликвидацию возгорания ушло менее часа. Все очень оперативно сработало, очень хорошо, потому что я еще удивилась. В городе, наверное, с этим проще. Пожарные быстрее приезжают, а на районе как-то вот дольше. В результате пожара погибли три человека. Мужчина 57-го года рождения, женщина 60-го и 5-летний ребенок. Семья, по словам соседей, была благополучная. Тетира, вот, она, ну, она для всех как мать была просто. То есть, она никогда даже не кричала, от нее никто никогда не слышал какого-то крика или там мата. То есть, вот, так вот как-то. Ну, дядь Саша тоже, вот, ну, то есть, они не пили, не курили. Вот, какая-то чудовищная вообще ситуация. Пятилетний малыш, внук хозяев дома, бейчанин, однако проживал здесь, потому как только в Малой Несейском мог ходить в детский сад. В городе мест не нашлось. Как стало известно, бабушка, пытаясь спасти внука, закрыла его грудью. По словам соседей, так их и нашли пожарные. В причинах возникновения возгорания еще предстоит разобраться, однако. Наиболее вероятное – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Николай Тихонов, Андрей Сегаев. Наши новости. Проблемы алтайской промышленности обсуждают в Рубцовске. Сегодня там с рабочим визитом находится губернатор края Александр Карлин. Глава региона посетил крупные предприятия города и обсудил с их руководством меры поддержки промышленности. Тему продолжит Александр Облако. Эта заводская проходная Рубцовского летельного комплекса стала отправной точкой двухдневного визита губернатора. На сегодняшний момент продукция Литкома востребована от Дальнего Востока до Москвы. Вот и первое лицо края взглянул на это предприятие по-новому. Визит визитом о технику безопасности никто не отменял. Перед экскурсией по Рубцовскому филиалу Алтайвагона все надевают каски. Эта автоматическая формовочная линия мелкого и среднего литья появилась два года назад. Ничего подобного нет во всей России. Максимально облегчен труд, электронное управление, ну то есть линия 21 века. В том, что за этим производством будущее нет сомнений ни у кого. Мы сегодня можем смело говорить, что сегодня Рубцовский филиал Алтайвагона – это предприятие, лидер в отрасли. И не только лидер в стране, но и можно смело его квалифицировать как лидера мирового транспортного машиностроения. Сразу после экскурсии Александр Карлин обсудил с рубцовскими промышленниками проблемы, пути их решения и перспективы на будущее. Александр Карлин закончил встречу оптимистическими прогнозами. В частности, говорил о международной конференции по качеству литья, которая должна пройти в Рубцовске уже в мае этого года. Сегодня же губернатор посетил предприятие «Сибирь Полиметалл» и встретился с жителями города. Александр Облако, Михаил Ленский. Наши новости. Глава Новичихинского района после скандала с убийством лося все-таки подал в отставку. Напомним, Алексей Штаб подозревается в незаконной охоте на территории Егорьевского заказника. 18 января его задержали с поличным. После инцидента губернатор края вызвал чиновника и порекомендовал главе района написать заявление о добровольной отставке. В течение нескольких дней после этого Алексей Штаб продолжал работать. Но в итоге направил в Новичихинское районное собрание депутатов заявление о сложении полномочий. Заявление об отставке по собственному желанию написал и глава Зонального района Виктор Косицын. По информации информагентств, вечером 24 января он попал в ДТП в Бийске, при этом у него не оказалось прав. И как пояснили в ГИБДД района, за нахождение за рулем в состоянии алкогольного опьянения Виктор Косицын был лишен прав на период с 14 декабря 2012 года до 14 июня 2014 года. Чтобы исключить ошибки во время и после проведения операции, для Алтайского краевого кардиологического диспансера закуплено новое диагностическое оборудование. Это два аппарата УЗИ, индивидуальные для каждого кардиохирурга очки, работающие во время операции, как микроскоп, а также аппарат для заместительной почечной терапии, необходимый при проблемах с этими органами. Благодаря новому оборудованию, говорят врачи, все послеоперационные риски удастся свести к минимуму. Те аппараты громоздкие, нам приходилось их, они стационарные, перевезти, тяжелые, и когда лифт где-нибудь тряхнет, оборудование могло выйти из строя. А эти специально предназначены именно для транспортировки, постоянно, ежедневно. Скандал вокруг ситуации в Молодежном театре Алтая не утихает. Разгоревшийся в конце прошлого года конфликт, связанный с увольнением директора театра Татьяны Казицыной, вышел на федеральный уровень и обсуждался с участием самого Владимира Путина. А сегодня стало известно, что уволен и главный режиссер МТА Дмитрий Егоров. Напомним, Татьяна Казицына, руководившая театром 17 лет, была уволена приказом Краевого управления по культуре 25 декабря. С этого момента Молодежный превратился в горячую культурную точку на карте края и страны. В интернете появилось видеообращение творческого коллектива с протестом против увольнения директора. 3 февраля ситуация обсуждалась на президентском совете по культуре. Внимание Владимира Путина к ней привлек один из ведущих режиссеров России Валерий Фокин. А уже на следующий день стало известно, что главный режиссер Молодежного уволен из театра в связи с непродлением контракта. Сам Дмитрий Егоров утверждает, что он отказался подписать договор из-за дополнительных пунктов, выдвинутых работодателем. Я выступал неоднократно с критикой культурного руководства края с тем, насколько безобразно была проведена реконструкция здания бывшего ДКБ МК, теперь Молодежного театра Алтая. Главное, конечно, то, что там был пункт, на мой взгляд, полностью противоречащий Конституции Российской Федерации на запрет, на давать какие-либо комментарии и интервью, связанные с действительностью работодателя, без разрешения самого работодателя. Продолжение следует... Открыто говорить на камеру работники Алтай-Кровли отказались. По их словам, был случай, когда сотрудника, написавшего жалобу в прокуратуру, уволили задним числом. И добавляют постоянные звонки на завод с вопросом, когда же перечислят деньги, приводят только к пустым обещаниям. Работники рассказывают, что не могут дождаться и надбавок, положенных по трудовому договору, а это в среднем 40% от заработной платы. В откровенной беседе мы узнали, что находящиеся в декретном отпуске женщины также не получают денежных средств своевременно. Мы в больших очень долгах, потому что есть дети, просят каждый день. И как нам говорят, потерпите, детям мы так сказать не можем. Извините, потерпи сегодня, не покушаешь, покушаешь завтра. У меня муж работает на этом предприятии, то есть получается мы в январе месяце не получали ни за зарплату, ну ничего у нас нет. За комментариями мы обратились в Алтай к Ровлю. Секретарь сообщила, что руководства предприятия нет на месте. Повторные звонки также не принесли результата. Ждите, как только директор будет на месте, я передам ему ваши вопросы. Ответили на другом конце линии. Мы, конечно, подождем, а пока остается добавить. Судя по официальным данным статистики, в подобной ситуации находятся сотрудники не только этого предприятия. В начале года общий долг по заработной плате в крае составил более 25 миллионов рублей. Маргарита Белова, Александр Морозов, Наши новости. Морозная погода спровоцировала волну аварий в сфере ЖКХ. Основная проблема – холодные батареи в квартирах. О других коммунальных сюрпризах из жизни барнаульцев расскажет мой коллега Кирилл Политов. На очереди хроники быта. Просто нереально находиться в квартире. Батареи просто ледяные. Главнее всего – погода в доме. Однако в квартирах барнаульцев на проспекте Коммунаров 126А – ненастье. Говорят, температура в комнатах не поднимается выше 8 градусов. Это при том, что за окном стабильно минус 30. Жильцы вынуждены подключать отопительные приборы. Затраты на электричество съедают чуть ли не треть семейного бюджета. А вот в подъезде почему-то жарко. Трубы раскалены до предела. Слесари, по словам жителей, об этой проблеме знают, но лишь разводят руками. Директор управляющей компании «Сервис» Ольга Михайловна, она почему-то вообще скрывается. По телефону сколько раз мы не пытались с ней разговаривать, но почему-то постоянно говорят, что ее нету. Словно после бомбежки выглядит одна из квартир в доме по улице Матросова 5. История ЧП такова. Ранним утром заплакал потолок. В здании действует так называемая верхняя разводка. У трубы сорвало вентиль. Вода затопила чердак. Набухли перекрытия и штукатурка. Последняя дала ослабину. Осколки с грохотом накрыли чуть ли не всю комнату. Благо, никто не пострадал. Хозяйка квартиры Елена вместе с маленьким сыном и бабушкой выбегали во двор буквально из-под града обломков. Люди испытали шок. Потребовалась помощь медиков. В случившемся жильцы склонны винить управляющую компанию КДМ. Грохот сильный в соседней комнате. И получилось там, что там ребенок находился маленький, грудной, еще там 8 месяцев что ли. И все, как бы все перепугались. Как бы мать ребенка выхватила. Взяла его в руки, выбежала. Все в коридор выбежали. В подъезд дома 136 по проспекту Ленина без лишней надобности лучше вообще не входить. Здесь сконцентрировано чуть ли не все многообразие коммунальных проблем. Впору вывесить табличку. Что опасно для жизни. Оригинальный цвет стен даже старожилы вспомнят с трудом. Краска сошла вместе со штукатуркой. Вид оконных проемов и вовсе удручающий. Про отопление и речи нет. Трубы давно не греют. Ремонт явно просится. Обращались в ЖКХ сервис. Вроде никаких норм не нарушено. Ежемесячно отчисляются перечисления на капитальный ремонт, на текущий ремонт жилья. Но никаких двигов в этом направлении не делалось и не делается. И неизвестно, когда это будет делаться. Жильцы уже и не надеются, что будут услышаны. Но, быть может, у коммунальщиков пока просто другие планы. И попросту очередь этого подъезда на ремонт еще не подошла. Кирилл Политов, Павел Лауронин. Наши новости. Стали известны имена представителей Алтайского края в составе делегации в Сочи. На Олимпиаду, помимо наших спортсменов, отправится вице-губернатор Данил Бессарабов, курирующий социальную сферу, и Татьяна Ильюченко, заместитель председателя КЗС по социальной политике, победитель и призер паралимпийских игр. Кроме того, по линии Олимпийского комитета в Сочи поедет и начальник управления Алтайского края по физической культуре и спорту Владимир Альт. Барнаулец Шараф Давлат Муродов стал обладателем Кубка России по рукопашному бою. Соревнования в Костроме собрали 368 спортсменов. Представитель барнаульского спортклуба-лидера держал победу в весовой категории 80 килограммов среди взрослых рукопашников. Обзор других спортивных новостей у Юрия Борлиса. Дзюдоистка Вера Давыденко уверенно выиграла юниорское первенство Сибири в Минусинске в весе свыше 78 килограммов. В финал также пробились Ольга Байкина 63 килограмма и Кнарик Карапетян 57. Антонина Ссон заняла пятое место. Помимо воспитанниц училища Олимпийского резерва на первенство России с бронзой Сибири попала Карина Кузнецова из краевой с Дюшор. Сдрелищный, результативный, комбинационный хоккей собирается показать команду Алтай в домашних матчах с последним коллективом дивизиона под странным названием Ангел Сибири. После неудачных гостевых встреч с ямальскими стерхами, наши уступили там 2-6 и 2-5, еще нужно поискать вдохновение настроиться на такого откровенно беззубого оппонента, что приедет. Грусть не давлеет, с командой это уже играли, знаем, что нельзя недооценивать соперника, знаем, как они играют, но покажем на все, что мы умеем, думаю, победим. В хоккей играют, сами знаете продолжение фразы, так что некоторые выбывают на время. В частности, нападающему Дмитрию Ларионову прилетела шайба. На сегодняшние тренировки, например, вратарь Зубцов обратился за помощью к врачу. И еще есть случай покруче. Кирилл Хойлов получил травму в ноябрьске, у него плечо улетело, надрыв связок получил, сейчас он в гипсе на 3 недели. Ну, думаю, у вас будет восстанавливаться, к началу марта, наверное, восстановится. Ну и смотрим все различные сочетания, звенья, чтобы уже готовиться надо, потому что осталось у нас в цифровом календаре второго этапа в 6 игр. Итак, 7-8 февраля домашние игры «Алтай – Ангел Сибири». Начало в 7 вечера и в 5. Но в пятницу же и финальный этап Алтайского хоккейного фестиваля, приуроченного к Олимпиаде в Сочи. Сборная ветеранов края сойдется с ветеранами хоккейного клуба «Алтай». Эта встреча будет первой в 60-летней истории местного хоккея. Приходите посмотреть на любимых игроков прошлого во дворец спорта в пятницу. Юрий Борлис, Николай Шилко. Наши новости. Что ж, таким был этот день глазами корреспондентов информационной программы «Наши новости». Впереди прогноз погоды на завтра и две рубрики. Нам пишут с Натальей Николенковой из журнал «Происшествий». Ну а наша часть выпуска на этом завершена. В студии работали Кирилл Политов и Татьяна Динер. Только добрых вам новостей и до встречи в эфире. Орнитологические заметки. В Барнауле появились чижи. Увидите на березе птичку, похожую на воробья, но с зеленоватым оперением. Знайте, это чиж. Не обижайте его, пожалуйста. Здравствуйте, с вами Наталья Николенкова, обычный читатель газет. В такие дни не говорить о морозе просто неприлично. Морозы в Сибири стали аномалией, вопрошают сегодняшние аргументы и факты. Шесть человек на Алтае убили морозы, констатирует газета. От переохлаждений и обморожений пострадали гораздо больше. Неужели мы, сибиряки, настолько разнежились, что забыли 30-градусные морозы, губительные для хилой Европы, для нас норма. Просто к ним нужно быть готовым. Летом ремонтировать и чинить, что надо. Одеваться не только по моде, но и по погоде. Закупать транспорт, который не мерзнет, а едет, на окнах которого в самый жуткий мороз прочитаешь коронную сибирскую шутку. Все на пляж. Но синоптики успокаивают. Воскресенье заметно потеплеет, обещает комсомольская правда. О том, как уберечься от обморожений и правильно согреваться, комсомолке рассказал Владимир Черненко, зав. отделением горбольницы номер 3, доцент кафедры общей хирургии. Главное правило – согревание должно быть постепенным. Перед выходом на мороз нельзя использовать увлажняющий крем. Он содержит жидкость, которая кристаллизуется на морозе. Металлические сережки, кольца, цепочки усиливают замерзание. Одежда должна быть многослойной, сухой и свободной. На улице ни в коем случае не растирайте лицо рукавицами и, конечно, никакого алкоголя. Материал о благотворительности в АИФ Алтай комментирует в том числе и журналист наших новостей, один из авторов рубрики «Надежда на чудо» Юлия Гарар. «Мы часто встречаемся с мамами, которые плачут. Они плачут от стыда, что приходится просить посторонних людей о помощи. И они не лукавят, ведь прежде чем врачи признают ребенка тяжелобольным, очень много средств семья тратит не только на лечение, но и на диагностику, на поездки в Москву», рассказывает Юлия. А Игорь Дымченко, организатор благотворительного фонда «Мишенька», считает, «Если брещет какая-то надежда спасти ребенка, за нее ухватится любой родитель. И таким людям нужно помогать всем, чем возможно». Подсластим последнюю минутку. Свежий московский комсомолец сообщает, китайцы полюбили сладости с Алтая. Сегодня география поставок продукции наших кондитеров насчитывает более 50 регионов, от европейской части России до Дальнего Востока. Например, в конце прошлого года была достигнута договоренность о поставке внушительной партии сладостей в Китай. По итогам прошлого года кондитеры Алтая выпустили более 20 наименований новой продукции. Будем в шоколаде! Увидимся в пятницу. Счастливенько. Целую. Здравствуйте! Вы смотрите журнал «Происшествий». Жесткое и категоричное «нет» суррогатному алкоголю решили сказать в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю. И организовали временное подразделение по борьбе с незаконной продажей спиртных напитков. За полтора месяца существования ему удалось изъять около 18 тысяч бутылок с опасной для здоровья жидкостью. Полицейские ежедневно проводят рейды по проверке официальных торговых точек и по выявлению подпольных. К примеру, в одном из продуктовых магазинов в поселке Южном правоохранители провели контрольную закупку и у них возникли сомнения в качестве алкогольной продукции. В итоге из продажи изъяли почти 350 бутылок подозрительной водки. Чуть раньше сотрудники временного подразделения установили место реализации нелегальных горячительных напитков, привезенных из Казахстана. С этого склада в продажу не ушло более 400 литров опасной жидкости. Все образцы изъятой продукции направлены на исследование. После получения результатов виновных привлекут к ответственности. За данное деяние предусмотрено штраф для физических лиц от 2 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей, а также уголовная ответственность от 2 до 6 лет лишения свободы. Тех, у кого не только рюмка водки на столе, но и запрещенные вещества внутри организма, искали сотрудники наркоконтроля в ночных клубах Барнаула. Отдыхающие молодежи заглядывали в глаза, осматривали их руки, выискивая следы наркотиков. И тех, кто вызывал подозрения, забирали к медикам на освидетельствование. Излишний кайф в крови нашли у двух посетителей развлекательного заведения. У одного обнаружили гашиш в кармане. Всего с начала года подобных рейдов в краевой столице уже прошло около десятка. По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. Согласно статье 6.9 и 20.22 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, лицам, находящимся в состоянии наркотического опьянения, может грозить штраф суммой до 5 тысяч рублей, либо они могут быть подвергнуты аресту сроком до 15 суток. За неудачный рейс из Усть-Коксы в Барнаул пассажирам заплатят деньги. 30 января в республике Алтай автобус с людьми упал в реку. Случилось это в 10-м часу вечера. В нем ехало больше 20 человек. Большинство из них получили обморожение и переохлаждение, поскольку мокрыми на морозе ждали подмогу. Но не обошлось без жертв. Погибла одна женщина. Причем нашли ее не сразу. Предварительной причиной ЧП называют дорожные условия и превышение скорости. По горной дороге водитель ехал чуть больше 60 км в час. Все они застрахованы, эти пассажиры. По положению за смертельные случаи 2 миллиона родственники получают погибших. И там заставшие случаи от 800 тысяч и ниже. На каждого пострадавшего, естественно, это обязанность уже и ответственность страховой компании, где были застрахованы в полос. Что послужило поводом для этой ситуации в Бийске пока неизвестно. Но почему-то водитель Хонды Аккорд выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ. Скорости были небольшие, оба шофера трезвые. Правда, рулевой легковушки, несмотря на свой 35-летний возраст, лишь 2 года за рулем. Может быть, в этом причина столь нелепой аварии, из-за которой неопытный парень попал в больницу. 700 тысяч рублей заработали жители Алтайского края на оружии в 2013 году. Такую сумму заплатили полицейские тем, кто добровольно выдал незаконно хранящиеся стволы. За 12 месяцев люди принесли свыше 250 единиц. Большая часть это гладкоствольные охотничьи ружья. Но есть и с нарезным стволом, и обрезы, и самодельные, а также газовые пистолеты, патроны и гранаты. Акция по добровольной выдаче ружей и взрывчатых веществ за деньги в Алтайском крае идет уже 10 лет. Но специалисты говорят, до сих пор не произошло полного разоружения населения. Сегодня в правовом ликбезе нам расскажут, кто, по каким причинам незаконно хранит оружие и что за это грозит. Граждане хранят незаконно хранящееся оружие, я не думаю, что по незнанию, потому как уже общество осведомлено, просвещено. Хранят по каким причинам? Кто-то в преступных целях, это одна категория людей, и сознательно его не сдают. А кто-то полагает, что это память о ком-то, скажем, об отце, о дедушке и так дальше, и стараются ее тоже у себя попридержать. Но это незаконно, это оружие подлежит сдаче, и за него, соответственно, возникает ответственность. Если это огнестрельное оружие с нарезным стволом, то возникает ответственность уже уголовная. До четырех лет лишения свободы. Если же оружие гладкоствольное, то идет административная ответственность за хранение. Это конфискация, безусловно, этого оружия, потому что владеть далее гражданин им не сможет данным видом оружия. Ну, есть, соответственно, норма в законе, если гражданин добровольно выдает оружие незаконно хранящееся, то, безусловно, он, в частности, к уголовной ответственности по привлечению не подлежит. А вот двое барнаульцев не смогли избежать административной ответственности за то, что справили нужду прямо в центре краевой столицы. Этим молодым людям моральный закон, похоже, не писан. Поэтому они прилюдно сходили в туалет прямо на перекрестке. От их мокрого желания пострадали и проезжая часть, и трамвайные рельсы, и психика некоторых очевидцев. Полицейские не оставили инцидент без внимания и выписали нарушителям общественного порядка штрафы. Помните, не все человеческие желания даже естественны и безобидны. Берегите себя. Увидимся через неделю.